Сейчас я попробую все-таки произвести доказательства. Я не знаю, насколько оно будет понятно, но если что-то непонятно, то пытайтесь все-таки не сдаваться сразу. В чем у нас вопрос? Во-первых, я скажу ответ. Ширина этой полосочки, если у нас всего здесь нет, ширина этой полосочки попорциональна корню из N. То есть для миллиона это будет примерно тысяча, а для ста будет там примерно десять. Но это не точно, то есть там с каким-то коэффициентом будет это, но зависимость будет именно как корень из N. Соответственно, если мы перейдем к процентам, то этот корень из N нужно поделить на плюс-минус корень из N, нужно поделить на N, то есть это будет плюс-минус 1 на корень из N. То есть для миллиона типичное отклонение это тысяча. То есть вот как вы говорили, что если миллион будет там четыреста пятьдесят тысяч, это уже жутко, жутко подозрительно. То есть такие большие отклонения встречаются, блядь, честные монеты крайне редко. А одна тысяча, это значит, ну там вот даже там четыреста девятьсот девяносто пять, это уже отклонение пять тысяч, что тоже довольно подозрительно. Ну там надо считать какой точный коэффициент, это мы сейчас не будем делать, но вот удивительным образом, ну вот у нас на самом деле, давайте посмотрим, у нас это N сто пятьдесят восемь, да, и уже посчитали правильное количество, семь из два и восемь из шесть. Да, да, значит пропустили по одной. Нет, ну зная, посчитали правильно, а не зная, что должно сойтись, поэтому надо скорректировать. Нет, они считали, они правда считали. Хорошо, значит среднее будет сто пятьдесят восемь пополам, это семьдесят девять, то есть будет плюс-минус семь. Ну а корень из семидесяти девяти, это девять, то есть как раз видно, что это отклонение не так уж отличается от нормативного. Нормативное отклонение для N бросания, это корень из N. Вот я сейчас попытаюсь это объяснить с помощью подсчета среднего. Давайте вот что сделаем. Давайте будем считать, не единицы и нули писать, а писать плюс единицы и минус единицы. То есть вот может быть там 10 плюс единиц, ну или там 10 минус единиц. То есть у нас есть первое число, второе число, N-ное число, или там десятое, или N-ное. Значит, каждое X и T, оно равняется либо плюс, либо минус единицы, и во всех возможные комбинации. Сколько у нас будет таких комбинаций? Сколько, вот если мы составим таблицу, в которой будут записаны все возможные комбинации из плюс и минус единиц, из N столбцов, мы хотим, чтобы в строках были все комбинации. Сколько у нас будет в строк? Все возможные комбинации из чисел? Нет, все возможные комбинации из плюс-минус единиц. Но мы просто договорились, что мы вместо нуля и единицы будем писать минус и плюс единиц. Это как бы глупо, но будет технически удобно, вы увидите сейчас почему. Сколько их будет? Да, но естественно, что от того, что мы заменили обозначение, не стало ни больше, ни меньше два в степени. Чем эти обозначения удобны? Что раньше мы спрашивали про отклонение числа единиц от половины N. А как теперь правильно спросить? Про отклонение чего от чего? Вот в каждой строке у нас имеется некоторое отклонение. Сумма от N. Ну, отклонение числа плюс единиц от минус единиц. А отклонение число плюс единиц минус число минус единиц это будет просто сумма всех сумм. Мы в каждой строке записываем, и здесь у нас записаны x1, x2, xn. Мы здесь в каждой строке записываем их сумму. Ну, а какие у него максимальные и минимальные возможные значения? Если они все единицы, то у нас будет N. А если они все минус единицы, то будет минус N. Все суммы возможны или не все? Ну, естественно, целые, так. Но все ли целые? Допустим, у нас, допустим, N равняется 100. Значит, у нас будет от минус 100 до 100. Сколько тут чисел? Сколько вариантов? Они всегда будут черными? Значит, не все числа. Вы говорите, что они всегда будут черными. Не все суммы возможны. 99 невозможно. Значит, 99 невозможно. Почему? 99 означало бы, что у нас... Ну, как бы, если все 100 плюсов, то 100. А если хотя бы один минус, то уже 98. Значит, заменяя плюс на минус, мы теряем в сумме сразу 2. То есть эта сумма меняется шагами только по 2. То есть может быть от 100 до минус 100, ну, вот может быть 0, поскольку N четно. И, значит, здесь будут черные числа. Сколько всего, кстати, будет вариантов? Сколько четных чисел? Минус 100 до 100. 110. А 100? 101. 100. Или 101? 101. 90. 100. А 0 является четным числом? Что? 0. А как вам 0 может получиться сумма 0? Да. Может. Ну, значит, она ничем не хуже других. Чисел. Значит, так 100 или 101? 101. 101. Ну, на самом деле, как понять? Ну, 7. Это, на самом деле, те же самые варианты, которые у нас были. От 0 до 100 единиц. То есть этих вариантов, ну, их можно пронумеровать. 0, 1, 2. От 0 до 100. Ну, от единицы до 100. 100 чисел, еще и еще нет. Значит, 101 числа. У нас имеется 101 числа. 101 возможная сумма. А строк у нас очень много. Ну, давайте теперь посмотрим. Вот так. Значит, мы в каждой строке написали какую-то сумму. S. S там. 1. S 2. А здесь будет S. Вот это 2. L. Как вы думаете, в среднем эта сумма, чем у равна? Вот если мы посмотрим этот столбец и возьмем у него среднее арифметическое. Что получится? Что? 0. 0. Почему? Потому что тут, потому что на каждое плюс число будет обратно. 0. Да. То есть здесь на самом деле, ну, все симметрично. Если здесь какой-то вариант с плюсами, если мы изменим все знаки, то получится вариант с минусами. И они просто таки парные будут. Соответственно, здесь будет сумма, а здесь будет минус. И эти суммы тоже сократятся. Значит, а в терминах, если бы мы не заменили минус единицы и единицы, а остались бы с нулями единицами, и написали бы в каждой строке сумму, то тогда эта средняя сумма чему равнялась бы? Значит, мы записываем все последовательности из нулей и единиц, все два n последовательности нулей и единиц, и в каждой из них пишем тоже, как здесь, сумму, но здесь сейчас они уже меняются от нуля до f, чему будет в среднем, и получился большой столбец из этих сумм, чему равняется в среднем эта сумма? n пополам. А как это объяснить? Ну, тут у нас это было понятно, что мы делились на пары. А как это здесь объяснить? Что можно сгруппировать какие-то цифры, что надо сгруппировать в пары? Вот если здесь будет написано, допустим, 1, 1, 0, 1, 0, что-то, то с чем это надо спаривать? 0, 0, 1, 0, 1, ну и так далее. То есть они все делятся на пары, и в каждой, здесь у них будет сколько-то, а единиц, ну а здесь соответствует n минус 1. поэтому в каждой паре в среднем будет половина. но теперь важный момент, который я хочу, чтобы вы напряглись и поняли. Смотрите, здесь есть другое доказательство, которое полезно, потому что надо понять принцип этого доказательства. Доказательство такое. Вот у нас справа написано число 0 до n. и это число получается сложением по строке. и вот везде мы получили... Вот теперь, значит, внимание, принцип. Принцип такой, что если каждое число здесь получено суммированием этих чисел, то среднее по этому столбцу равняется... Чему равняется? В сумме средних по каждому столбцу. А среднее по первому столбцу, среднее по второму столбцу, среднее по каждому столбцу. А среднее у всех этих средних или сумма? Да, сумма. Нет, здесь мы складываем. Нет, если бы мы здесь тоже усредняли, но на самом деле прямоугольные таблицы можно сначала усреднять по строкам, а потом усреднить уже то, что получено и получить среднее. Но мы не усредняем, а складываем. То есть, грубо говоря, здесь написано, условно говоря, здесь написано средний доход кого-то. А здесь написано средний доход за январь, за февраль и так далее. То есть ясное дело, что можно вычислять средний доход, сложив сначала у каждого человека, сколько он получил в январе, феврале и так далее, а можно сначала вычислить средний доход всех за январь, средний доход всех за февраль и потом сложить. Ну а дальше теперь легко понять, что в каждом столбце, естественно, что у нас 0-1 спор будет. Потому что здесь все комбинации написаны, поэтому если есть какая-то комбинация с нулем, то есть такая же комбинация с единицей. Значит, здесь 0-1 спор, значит здесь средний будет 1-2. Здесь средний 1-2 и всего будет средний по баллу. Половину сложного у меня, всей сложности преодолевая, но я хочу понять, хорошо, а кто считается, что он на рассуждение по вычислению среднего по столбцам и по строкам понял? Значит, вторую часть рассказать, и тогда, может быть, по сравнению со второй частью первая покажется понятной. Вторая часть состоит в некотором странном юридическом, таком загадочном. Оно состоит вот в чем. Что нам нужно найти, ну, какое примерно значение, ну, насколько велико обычно это x1 плюс n. Но, конечно, если мы будем просто брать среднее значение из суммы, то это средний равно 0, мы уже видели, что она бывает положительной и отрицательной. Поэтому мы будем вычислять среднее значение ее квадрата. Как бы отклонение мы учитываем странным образом. Мы не само это отклонение учитываем, а учитываем квадрат отклонение. То есть вот почему-то такой учет происходит в форме квадрата. Вот там, я не знаю, представьте себе, что у вас бы оценки законтрольные в конце четверти не складывались бы, а сначала складывались бы в один из квадратов. В современных электронных дневниках учителя ставят оценки с весом 1, 2 или 3. Это официально предусмотрено. То есть просто человек получает оценку, там эта пятерка с весом 3. Или там эта пятерка с весом 1. Нет, там нет оценки за поведение. Но вот у нас ставят, сколько это плохое поведение будет. Хорошо, хорошо. Значит, ребята, есть много плохого на свете, не надо. Главное же мы ставили с весом минус 1. Это было бы на комментарии. Мы будем учитывать почему-то не саму эту сумму, которая положительная и отрицательная, а ее квадрат. Квадрат всегда положительный. И вот нас интересует среднее значение вот этого квадрата по всем строкам таблицы, по всем вариантам, как будут выпустить эти самые единицы и минус единицы. Грубо говоря, если типичное отклонение на 100, тогда из 10 типичных квадратных отклонений будет 10 000. То есть это не то, что не я скажу, что среднее квадрата обменяется квадратом среднем. Здесь вообще 1, среднее равно нулю, а квадрат среднее квадрата положительный, естественно. Но вот тем не менее, какое-то типичное отклонение из этого понять можно. Теперь надо вспомнить, ну или раскрыть скобки и посмотреть, что у нас получится в этой сумме. У нас есть вот пример. Ну давайте. У нас n равняется 3. Значит тогда у нас есть вариант. Минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, плюс 1, минус 1, минус 1, минус 1, плюс 1, плюс 1. Подобщо есть вариант. Ну давайте я простучу его плюсы и минусы. Плюс, минус, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, 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 плюс. Давайте посчитаем. Сумма у нас здесь равняется минус 3. И дальше что у нас будет? Минус 2, потому что мы вместо вычитания стали прибавлять. Минус 1, здесь минус 1, да, а здесь плюс 1, здесь минус 1, здесь плюс 1, а здесь плюс 3. Значит, здесь написано x1, x2, x3, а здесь мы написали x сумму x1 плюс x2 плюс x3. Ну, а теперь то, что мы хотим делать, это будет квадрат этой суммы. Ну, соответственно, никаких хитростей нет. 9, 1, 1, ну, тут очень легко все, 1, 1, 1, 1, 9. Ну, давайте теперь, если мы взялись вычислять, давайте перейдем на дело до конца. Чему равно среднее арифметическое всех этих чисел? Сумму возвели в квадрат. Сначала мы вышли в этом столбце, а потом возвели в квадрат. Нет, если бы мы каждое число возвели в квадрат, то мы получили бы 1. И после этого уже особенно не было бы вариантов. Нет, смотрите, вот в столбце же 1, да? Нет, в строке записана сумма вот этих чисел. Если мы весь сложим, то получится 0, 0 в квадрате 0. Нет, так если мы все это сложим, то получится 0. Это будет среднее. Среднее равно 0. Но если его возведем сначала в квадрат, то все числа станут положительными. Неотрицательными. Ну, в данном случае положительными, но вообще-то неотрицательными. Может быть, если у нас не черт на 5, а 3. В принципе, мы могли бы сократиться. Все числа станут неотрицательными, поэтому среднее тоже будет. Да, 3. Среднее говорит, что 3. Ну, давайте, смотрите, значит, как вычислить среднее. Надо взять все сложители и разделить на 8. Значит, 9, 18, 19, 20, 27, 22, 23, 24. 24 разделить на 8, получится 3. То есть, ну, здесь у нас, конечно, настолько мало чисел, что еще непонятно, как попалковать. Много это мало, это среднее. Но давайте теперь пытаемся сделать, вычислить это так, чтобы это было в общем виде тоже можно было сделать. Давайте посмотрим. Такая вообще есть форма для квадратов суммы. Можно просто раскрыть скобки. Если у нас будет х1 плюс х1, соответственно, будет, например, х1 в квадрате. Если вот это умножено на это. Что еще будет? Ну, скажем, какие-то квадраты еще будут? Да, будет х1 в квадрате. Будет х2 в квадрате. А еще какие-то будут квадраты? Ну, тем больше нет. Нет, ну просто все будут квадраты, конечно, потому что каждый может умножиться на себя. Давайте прямо так и напишем. Будут только квадраты или еще будут какие-то другие слова, я бы не учтю. 2х1 и х2. Значит, вот говорить будет х1 и х2. 2х1 и х2. 2х1 и х2. Почему 2? Потому что это суло. А, вы хотите х1 и х2? Ну, я бы еще написал там х2 и х1. Но вы их сразу объединили в 2х1 и х2. А, и будут еще какие-то... 2х1 и х2. Ну, вообще будет там 2х1 и х3 там. Ну и вообще будут, естественно, все два. Здесь будет х какое-то и еще и х какое-то. Сколько их, кстати, будет таких? Сколько будет вот этих членов, которые не квадраты? n в квадрате на 2. Будет n в квадрате, деленное на 2. Ну, это как-то странно, а если n нечетно? Что же у нас и будет нечетное, не целое число? Число сочетания из n в квадрате. Вот можно так себе представлять. Вот мы умножаем таблицу сумму х1 и хн, умножаем на другую сумму х1 и хн. И у нас получается слагаемое, которое все произведения вот здесь и здесь. Значит, квадраты у нас где? Это вот здесь. Теперь, как мы группируем в пары? Надо еще вычистить n. Значит, надо откуда вычистить? n в квадрате минус n. То есть, смотрите, всего в этой таблице было n в квадрате клеточек. Теперь, мы диагональные клеточки записали отдельно, а остальные разбили на пары. Вот эту с этой, эту с этой и так далее. Значит, от всего остальных клеточек было n в квадрате минус n, а, соответственно, надо поделить пополам. Отсюда, кстати, можно заметить, что это число всегда целое. Почему это так? Неважно, что получится так, что здесь не целое число. Ну, потому что одно из этих двух со мной всегда черт. Поэтому тут нет опасности, что оно не поделится. Ну, хорошо, то есть, получается, какие-то вот тут, ну, я напишу условно x и dx. Надо понимать так, что здесь много разных слагаем. То есть, в каждой строке мы записали вот это 9. Ну, в данном случае, скажем, 9 как у нас запишется? Запишется 1 плюс 1 плюс 1. Это вот эти квадраты. А дальше что будет? Вот если мы хотим их 1 плюс x2 и x3 в квадрате, и, кстати, в таком виде, только как у нас получится? Вот это x1 в квадрате, это x2 в квадрате, это x3 в квадрате. Что дальше будет? Будет 2 на x1, x3, допустим, плюс 2 на там еще x2 и x3, плюс еще 3 варианта попарных. Если есть 3 человека, то из них пару можно стать тремя способами. 2 на 1 на 1. Сошлось, кстати, или нет? 3, 5, 7, 9. Да, все сошлось. То есть, в каждой строке можно вот так раскрыть это. Здесь будет 2x1, x2, 2x1, x3. Чтобы найти среднее в этом столбце, мы найдем среднее в каждом из этих столбцов. И потом эти средние сложим. Вот это самый главный момент. Какой здесь будет средний в этом столбце? 1, но просто по той простой причине, что они все равны единицам. Здесь особенно в среднее в каждом из этих столбцов. Получится 1, 1, 1. Теперь, а когда у нас будет 2x1, x2, какое у нас будет среднее? Да. А че как вы так быстро вычислили? Где-то будет, соответственно, минус 2, где-то будет 2. Так что они согласятся и, наверное, то есть больше всего. То есть x3 на это вообще не влияет. То есть важно, чему равны x1, x2. Там есть 4 комбинации. 1, 1, 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1. Ну, естественно, что эти 4 комбинации, но они будут комбинированы со всеми остальными вариантами, их будет по-равнам. Значит, теперь произведение будет, x1, x2 будет здесь единица, здесь единица, а здесь минус единица. То есть как раз в двух случаях ноты, без учета этих повторений, эти красности одинаковые, в двух случаях будет 1, а в двух случаях минус 1. Поэтому среднее будет равно 0. И среднее у нас получится 3. То есть вместо того, чтобы вычислять среднее вот этих всех чисел, вы каждое число разложили в сумму, вычислили среднее в каждом столбце, что оказалось очень просто. А потом эти средние сложили. В этот момент происходит главное загадочное явление. Товарищи ученые говорят, что дисперсия суммы случайных величин независимых равняется сумме их дисперсия. Но так или иначе ничего. Здесь все так довольно понятно. А можно все-таки то же самое рассказать, прибавляя одну единичку? Сейчас, значит, давайте с этим разберемся. Это мы делаем, например, для трех, а если мы возьмем для n, то какое у нас будет среднее значение вот этой суммы? Значит, отсюда у нас получится единица, отсюда у нас получится нули, и среднее значение будет равняться n. То есть, смотрите, квадрат превышения единиц над минус единицами, вот эта сумма, это же было как раз наше отклонение. Превышение единиц по сравнению с минус единицами. И вот квадрат этого превышения в среднем равен n. Тут вот здесь некоторая стропость, но обычно порядка n будет вот этот квадрат в среднем. Но тогда неудивительно, что само это отклонение будет примерно плюс-минус коррелизы. Ну, иногда больше, иногда меньше. Но так, что квадрат будет, соответственно, иногда больше, иногда меньше, но так, что в среднем будет сокращаться и будет получаться n. То есть вот это самое, ну, вот тут не строгое объяснение, потому что мы говорим, что значит типичное. Вот типичное значение отклонения будет порядка корня из n. Ну и вот это как раз то, о чем мы говорили, что оно с ростом n, этот корень растет медленнее, чем n. Поэтому если мы перейдем к процентам, то корень из n делен на n уменьшается и, как говорят, стремится к нулю. Так, ну что? Это все было попыткой объяснить, почему в среднем при возрастании числа испытаний у нас с процентом соотношений доля единицы и доля нулей приближаются к одной второй. Когда я был этого возраста или младше, вот это рассуждение мне оказалось странным, потому что я тогда еще не очень понимал, что это такое многоточие и так далее. Можно просто вот в два слова то же самое повторить следующим образом. Смотрите, господа, вот предположим, что у нас есть такая сумма x1 плюс и так далее плюс xn и плюс еще xn плюс первое. Представьте себе, что для n мы как бы все знаем, а у нас есть для n плюс 1. И тогда мы можем взять и вот эту сумму первых n, не-не-не, ни в коем случае. Плюс, оно как раз внутри скобки, а потом квадрат. Вся идея же в этом. Вот. И мы берем и объявляем вот это вот x1 и так далее плюс xn, обозначаем одной буквой. Какая-нибудь там s. Давайте. А дальше мы соображаем на самом деле, что у нас есть. У нас есть два варианта. Либо s плюс 1, либо s минус 1. Ведь на самом деле, xn плюс первое, это же либо плюсик, либо минусик. А это мы уже способны написать, потому что тут ноготочей нет. Мы просто способны эти два слагаемых, ну как, возвести и сложить. Сложили? И чего бывает? Как чего? 2s и минус 2s уничтожились. То есть мы теперь группируем эти слагаемые в пары в тех местах, где отличается xn плюс первое. Ну да. То есть есть пара плюс 1 и минус 1. И вот мы берем среднее ровно этих двух предметов. И получается, что s квадрат плюс 1. То есть по сравнению с тем, что раньше было, среднее у нас увеличилось на минус. Вот такое тоже объяснение. Тут уже не нужно всю эту таблицу рисовать, а можно грудирование читать. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да.